февраль 2024 года с товарищем на поле вот такая охрененная трава высокая но уже полегла февраль у нас замечательные но послезавтра уже больше не будет замечать опять будет снег опять будет лед и ничего покупать не сможем земля выглядит копаемая хотя бы не как прошлый раз здесь трава подлиннее она создает некоторую тепловую тепловую подушку так сильно не замерзается сигнал неплохой но может быть и пробочный девус идет пикает грудиус идет пикает я копаю свой первый сигнал опять у нас холодно с утра небольшие минусы потому что все лужи замерзшие ну ты надоел уже мне то ты где-то кусок меди не кусок этой кусок цинка ну да алюминиевый тюбик ничего нового у нас тут ветер достаточно сильный 78 метров в секунду недавно был 9 метров в секунду вот и когда такой маленький минусик или сейчас плюс маленький становится очень холодно так но выкопал достаточно неплохой сигнал но непонятно что там будет что еще не смотрел здесь несколько много мусора лежит именно на поверхностях хорошо звенящего поэтому есть такая вероятность ну да здесь пробка есть такая вероятность что здесь все покопано и просто люди повыкидывали все на поверхность и не забирали с собой с одной стороны так плохо дело с другой стороны нам сразу же понятней что здесь нечего делать и можно будет ехать потом на какую-нибудь другую точку здесь вот такой дуб красивый столетний даже больше чем 100 лет 150 ему наверно такого 200 вот переехали на другое поле поле вообще зашибись трава растет на единственное здесь куча лишних сигналов за то что много проводов рядом я только зашел на поле мне хороший сигнал трава копается нормально ну хороший сигнал но это сигнальная ракета у нас что поделаешь эхо войны у нас здесь достаточно громкое эхо особенно здесь в курзом и вот и находка первая здесь такая не знаю из заметных зоворот шестеренка это ничего интересного одно эхо войны это поясок от снарядов них очень много они хорошо звенят и там где шла война их просто очень очень много не всегда постоянно попадаются и мешает выбираем что вы думаете опять здесь вечная мерзлота тут еле-еле пробивался вон здесь лед везде ну вот так вот ковырнул последний раз и вот такая вот штучка выпала опять блин я что цапанул походу цапанул или нет или не это не я может и не я потому что это ну короче 1 12 таллира смотрите опять 1 12 таллира и что у нас у нас опять саксония такой уже другой правитель это 1763 прошлом году был 1764 года ну вот так опять повезло нам сегодня серебром немецким этот я точно выбью он максимально не глубоко находятся хотя тоже не так где легко копается как хотелось бы то что так вот лопата несколько слоев оставляет это значит что я пробиваюсь они просто взял выдавал и пошел значит несколько раз так оба оба пробивать мерзлоту чем глубже тем сложнее ну все нашли сигнальчик сигнальчик у нас оказалось кусок какой-то жести забираем товарищ говорит иди сюда будет кадр сейчас пойдем посмотрим что за кадр ну что еще что-то нашел там две монетки я здесь нашел парочку классных сигналов на все были такая фигня алюминиевая да ну зашибись тут смотри только в низинах здесь хрен покопаешь потому что все замерзшие на холмах хорошо копать еще более-менее а нет я смотрю хорошо зашла я там наверху через лед пробивался там за низина там большая там вообще выпивать надо было бросил два сигнала там салов высоких дайте понюхать он выпала помня монетах а пуговица ну покажите на конина кусочек здесь дорога шла здесь две дороги шли соединялись здесь была качма на этом холме я там уже походил там все в кирпичах вот и сигналов железных тоже много мало я свой сигнал хороший но позвали меня посмотреть что-то отлично точно монета я не монет похода от гильзы или что такое на сам соревнования так теперь вернемся к моим бараном сигнал стал короче этот сигнал стал прыгать как дроник пришел уплывать от нас до сигнал супер хороший он под пушки похода гильзочка такое хорошо можно сдать она уже сама по себе неплохо стоит но еще на берем будем сдавать еще монета непонятно с рисунком без рисунка я копаю с катушкой 15 дюймов она достаточно такая большую площадь покрывает немножко глубже берет также сама также некоторые такие сигналы которые но опять гильза еще одна их войны также сигналы такие которые с маленькой катушкой были бы не четкими она глубины видят более больше более ясно что это хороший сигнал они очень хорошие ладно будем дальше сказать кто-то бабы рассыпал кто знает что за бабы пишите в комментариях только не пишите что-то говно какое-нибудь знаем и таких которые любят все комментарии меня запоганить ладно мне еще нет комментарии я даже не выпускал еще не одну серию поэтому короче не пишите немножко подмерши остались от качмы значит что-то интересное тоже может быть то что другие люди не выкопали потому что потому что сигнал не такой высокий красивый сразу же все закапываем вот он ни гильза ничто вообще непонятно что никто тоже что-то выцепил сигнал настолько симпатичный что даже да сам копай давай твой сигнал ты копай я пока расскажу еще один лайфхак который только что пришли вот здесь крот везде покопал там где крот копал там и и копать легко потому что он в других местах прокопаться не может и он поэтому лапает там где нормально копается вот именно на юго-восточном склоне ну вот дронику еще раз повезло смотрю монета еще какая копеечка царская последний чекан ну по сигналу как раз и была как одна копейка царского времени но он сегодня вообще дает уже три штуки вытащил царских наша разметка как всегда работает отлично крот накопал значит и у нас будет хорошо копаться ну что пробка ну как всегда ну что надо опять снимать что там дроник вытащат с хорошим сигналом если будет еще одна монета то причем у него такой хороший серебряный сигнал даже я бы сказал ну это и пробка может быть конечно но вот это там вытаскиваете мою сигнал конечно монетный примонетный настолько монетный что кусочек меди да но все равно ты берешь такой я беру я потом сдам на это я не живу в принципе все что хочешь как мы любим копать где кроты здесь мягенько хорошо вообще непонятно здесь очень такая черная почва почему здесь никто ничего не садят кажется очень плодородная должна быть но благо земля вообще копается как здравствуй банка или ты не банка приятного аппетита тому кто покушал конечно и бросил здесь красиво мне сказали сказать что хороший сигнальчик сейчас мы это конечно все проверим не давайте с собой мы не бросаем Ну этот товарищ конечно бросает все. Стресс. Что, говорят, опять хороший сигнал у него. Конечно задолбался со своими хорошими сигналами уже. Я бы тоже неплохо таких бы послышал сегодня. А я сейчас здесь все пронюхаю вокруг. Пока он там выкапывает. А, отожди. Ты так не ломай, это еще поранишь монету. В этой стороне. Алюминий. Алюминий. А также сигнал конечно. Так, ну вон переехали вообще на другое место. Были еще на одном месте, но там конечно ничего нет. Все выбито. Забыл там камеру с собой взять. Поэтому там ничего не снято. Но нашел две монетки, потом покажу в общем обзоре. У нас тут распашечка. Там вот туда пойдем на ту распашечку. Там старая дорога шла, старые дома стояли. Но во вторую мировую войну. Или даже раньше там больше ничего нету. Последняя точка на сегодня. Так что так. Ну распашка здесь конечно вообще замечательная. Просто по ней ходить вообще почти невозможно. Она очень жидкая. Все прилипает сильно к сапогам. Я не знаю. Видно, не видно. Так, ну вот здесь находилась старинная кочма. Пока что сигналов не чувствую. Цветных. Так, ну вот нашли первый сигнал. У нас конечно же гильза. Здесь сильные бои шли. Очень сильные. Здесь везде вокруг памятники именно латышским легионерам. Находятся советские памятники. Все со второй мировой войны. Здесь очень много было битв. Сейчас посмотрим, что мы там раздыбали. Надыбали мы. Надыбали мы. Что тут? Что-то непонятное. И не ценное. Что-то из цинка. Опять нашел эхо войны наше. Эти цинковые или алюминиевая пуговичка от штанов. Опять высокий сигнал нашел. Выкопался все-таки. Что-то. Не ты? Ах, чтох ты, да? Ах, монетка, наконец-то. Что тут у нас? Ну, походу, тоже капуста. Я хрен ее почищу. Потом дома уже. Хороший сигнал у меня. Где-то здесь. Такое чувство, что где-то наверху. Что-то он такой сильный. Порвались мои перчатки. Зашибены. Это внутри. Вон видно. Мембрана, которая делает их водонепроницаемыми. Блин, еще монетка. Нормально здесь все-таки. Так. Да. Еще одна капуста. Так. Вот. Вытащил, наконец-то, сигнал по звуку. Похож на сантимы. По размеру. На первой латвии. Они обычно красиво выпадают. Ну, да. Один сантим. Тут видно. Очень симпатичная монета. Но видно немножечко. Трактором, походу. Это не я с топливом съел. Но тут немножко. Окисло пошли. Вот. Наконец-то хоть какой-то нормальный сигнал. Вот. Опять похоже, конечно, на капусту. Если третья капуста или даже четвертая за сегодня, это, конечно, такое может быть, потому что их очень много у нас. Ой, сейчас вообще такой капустный сигнал, что вообще даже нету других вариантов. Как капуста. А не, есть другой вариант. Поясок от снаряда. Вроник что-то нашел. Пальчиком ее чик, как он хотел. Фашистский. Этот фашистский феник. Один. Поздравляю. Гутен так. Я снимаю. Вот там, короче, сигнал. Здесь ленивый дроник. Который привык в своей жизни к легкому существованию. Давай проверим. Все еще где-то там. Ого. А дальше? По-моему, это тот. Галдерис. Да. Галдерис. Галдерис, да. Все, выключаемся. Щерня была. Ну, опять поясок. Здравствуйте. Все пояски, конечно. Дроник здесь в этом районе уже две царские монеты поднял. Говорит, еще одна. Монета. Точно монета? Не, не монета. Монета, монета. Вон торчит монета. Не, не монета. А, жопа. С моей стороны выглядела как монета. Круглая-прикруглая. Красивая еще такая. Ну вот. Заканчиваем это все. Эту грязную историю. Я тут помылся. По речке иду. Уже до машины. Видно. Темно. Очень. Уже все, пора домой. Все, всем пока. Здесь, наверное, два часа сколько отходил я. Да, два часа получается. Ну вот, делаю обзор находок, который нашел, нашли тогда вместе с товарищем, когда ходили. В принципе, ничего сверхъестественного, как обычно. Самые стандартнейшие находки. Ну, хотя бы что-то есть. Потому что я очень часто выхожу и вообще, в принципе, ничего не нахожу. Ну, что тут по монетам? По монетам я уже там, когда рассказывал в видео, там было ясно, да. То есть, один сантим 1932 года. Это первая латвийская республика. Я очень люблю эти все монетки. Они очень красивые. Я считаю, очень классный дизайн. Они, если не сильно разложились, у них очень красивая вот эта бронзовая, малахитовая патина сверху. Но она очень нестойкая, да. То есть, видите, здесь коррозия пошла уже из-под патины. Это надо будет убирать. Возможно, еще там красиво будет. Возможно, уже нет. Вот. Вот. Также 5 грошей польские. Да, это Александра второго монета, специально для Польши, которая была выпущена. Там ничего не видно практически. Но будем мыть. Там тогда будет немножечко видно. Они очень плохо сохраняются. Это там низкое, низкое, низкопробное серебро. Поэтому такой сохран не очень. Одна двенадцатая талера опять саксонская, но уже другая 1763 года, другой правитель. Что могу сказать? Она в не очень хорошем состоянии, как вы видите. Да, и погнутая достаточно сильно, поцарапанная. Ну, будем выгибать. Потом сделаю видео, как я выгибаю их, как чищу их. Посмотрите. И три капусты, так называемые, да. Это самая тоже распространенная монета в Латвии, в России, я знаю. Называется Царица полей вообще. Их очень много. Их очень сильно использовали. Там больше миллиарда их было выпущено. Да. В принципе, это две капусты и одна вот эта последняя. Это 1810 года. Я пока что не вижу год, да. Но я вижу, что орел для 1810 года, так называемая пчелка. Он немножко отличается. Ну, монета вообще съезденная в усмерть, поэтому надо очищать, чтобы увидеть год. А эта выше там. У нас чаще всего попадаются 1812 год, 1811 и так-то до 1814 или 1815. Более старые у нас не попадаются. Они как бы были больше для России, для самой сделанной. А на территории Польши и Курлянского герцогства, в принципе, пользовались потом уже вот этими грошами польскими, которые были специально выпущены царской России, специально для этих территорий. Ну и что я тут еще накидал на персточек. Какая-то пуговичка была когда-то в позолочении. Вот это большая гильза. Ну и куча всякого шмурдика тут. Как всегда, очень-очень много всяких малополезных вещей. Не знаю, патроны, дробь. Очень много вот этих поисков от снаряда, которые очень хорошо звучат. И мы все в курсе, мы полностью все поля в них из-за войны. Сигнальный патрон. Вот эти пенициллиновые баночки, в этот раз толстые, со стеклом полностью не сломанные. То есть непонятно, как она сохранилась в полях, как ее трактора не сломали. Но, в принципе, таких баночек очень-очень много, они очень сильно мешают. Вот еще ложечка бывшая. Красивая, я думаю, царских времен. Но, как всегда, все поломанное и никуда. Больше ей не покушаешь. С tremendous merit. Лэцэдо ставим их в пять. nogle bırak. Но, как approximate. Поломанное предпоследие. После этогоUSE burden оlinerme миру. Этот flush ослари говорит.